Что его команда говорит, что мы ведем переговоры, но о поединке пока речь не идет. Команду тоже понять можно, все работают на раскрутку боя. Дана тем временем продолжает. Конору нужно сперва июль пережить, посмотрим, что с ним будет. Я не знаю, выпишут ли ему штраф, может испытательный срок, будет ли он выполнять требования суда. Вот когда все закончится, тогда мы и начнем вести переговоры о поединке, подытожил Дана Уайт. А нам остается ждать суда, в любом случае это будет интересно. Даже если Конор не вернется, теперь у Дана Уайта есть Кормье и Леснер. Мега поединок, который озолотит всех участников, вплоть до технических работников в раздевалках. Без лишнего на Западе любят шоу, даже если это шоу по сценарию, как рестлинг. Американцы такое купят. Не хотелось бы, чтобы UFC превращалась в ВВЕ, но предпосылки к этому, увы, есть. Чего только стоит вчерашний выход Леснера в октагон и толчки с Кормье. Очень наигранно. С точки зрения коммерции Уайт понимает, что ему нужен мегафайт, причем в бою Кормье с Леснером гонорары будут не такими заоблачными, дешевле будет выплатить за бой Даниэлю с Леснером, чем Макгрегору. И Уайт это понимает. Вот и выходит, что Уайт возвращает Леснера для шоу, которое принесет ему деньги и станет своего рода спасательным кругом для всего промоушена. Если верить неофициальным данным, номерные турниры сейчас показывают очень и очень скромные цифры, едва ли перебивают отметку в 250 тысяч трансляций. Именно поэтому Дана Уайт снова выписывает Брока Леснера, своеобразного кризис-менеджера. Самый крупный гонорар Кормье за реванш с Джоном Джонсом, он тогда заработал 1 миллион долларов. Что интересно, после встречи с Леснером, DC может не только повторить свой лучший гонорар, но и умножить его на два. Теперь уже можно точно сказать, что нас с вами ждет один из самых денежных боев этого года. Готовы? Что думаете, друзья, о поединке Кормье против Леснера? Пишите в комментариях. А с вами был канал Антонов ММА и самые лучшие новости здесь. Подписывайтесь, кто еще не подписался, нажимайте колокольчик, чтобы смотреть меня первым. А на этом все. Встретимся через несколько часов.